Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о растениях колотеи. Колотеи это корневичное растение семейства марантовых. Оно произрастает в природе в тропических лесах Южной Америки. В природе насчитывает 130 видов. Сегодня я расскажу о некоторых растениях, их видов, которые выращивают в комнатных условиях. Такое растение, как колотея зебрина. Она имеет высоту до 80 сантиметров. Листья овальные, темно-зеленые, бархатистые, с бледно-салатовыми прожилками и продольной полосой в середине. Эта колотея имеет бархатистую поверхность. Колотея варшевича тоже имеет вытянутые листья, но более темную окраску имеет. Цветок собран в виде колоска. Бывает он белого или кремового цвета. Нижняя сторона листьев колотея варшевича имеет фиолетовый оттенок. Еще такая колотея, как лица. Она имеет более светлую окраску листьев с сизыми полосками. Тоже очень декоративное растение. Листья имеют гладкую поверхность. Особой популярностью у цветоводов-любителей пользуется колотея медальон. Она имеет округлые листья, по краю резные и листья в виде медальона. Двухцветные, зеленые с салатовым оттенком. Снутри листья также фиолетовые. Если понаблюдать за растением колотея, то можно увидеть, что вечером листья как бы шевелятся. То есть за ходом солнца листья поднимаются вверх. И поэтому колотея называют молитвенным цветком. Так как в природе колотея растет в тропических лесах, это тепло и влаголюбивое растение. И очень требовательно к свету. При недостатке света листья буря леют, а при избытке листья бледнеют и теряют декоративность. Наиболее подходящими считаются западные и восточные окна. Если же у вас южная сторона, то необходимо притянить от солнца или расположить подальше от окна. Также колотея очень требовательна к поливу. Поливать нужно очень обильно. То есть проливать весь ком. Почва должна быть постоянно влажной. Даже в летнее время нужно наливать в тарелочку воды и не сливать ее. Также колотея очень требовательна к относительной влажности воздуха. Колотеи, которые имеют гладкую поверхность листьев, необходимо почаще опрыскивать. А те колотеи, которые имеют такую шершавую поверхность, бархатистую, опрыскивать нельзя, так как они теряют декоративность и капельки воды после высыхания будут видны. Для того, чтобы повысить влажность воздуха для таких колотеи, нужно опрыскивать воздух вокруг растений или располагать растения на тарелочку, насыпать керамзит и наливать воду. Тем самым мы повысим относительно влажность воздуха. Почва для колотеи подходит, можно взять грунт для декоративно-лиственных растений. Пересадку производят взрослых растений раз в два года. Если необходимо отделить детку, можно пересаживать раз в год. Это делать лучше в весенний период. Так как растения колотеи корневичные и имеют крупные листья, поэтому при посадке, если мы отделяем одно растение от другого, нужно стараться, чтобы корневище все-таки имело достаточно большой размер, потому что листья, в общем, крупные, имеют большую испаряющую поверхность, поэтому они должны получать достаточного питания. Если же мы как бы сэкономим и отрежем небольшое корневище, мы погубим растения. Растения колотеи поражаются вредителями. Паутинный клещ, трипс и особенно их любит селиться на них мучнистый червец. Для этого мы производим опрыскивание химическими средствами. Опрыскивание, конечно, производить нужно в том помещении, где есть вентиляция. Если нет возможности опрыскивать в комнатных условиях, допустим, есть маленькие дети или животные, то я бы рекомендовала избавляться от вредителей насекомых народными средствами. Можно брать перекись водорода, разводим столовую ложку в 5 литрах воды и производим опрыскивание. Опрыскивание от вредителей насекомых как химическими средствами, так и народными нужно производить не менее 2-3 раз, так как в первый раз мы убиваем взрослые насекомые, а второй раз мы уже убиваем те насекомые, которые выводятся из личинок. Научитесь дружить с цветами и понимать их, и тогда у вас все получится, даже выращивание самых сложных цветов. До свидания, до следующих встреч!